благодать на благодать возрастает у вас мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслова познания я снова хочу чтобы мы вспомнили нашу семью вообще это универсальное божье строение для нас и чтобы увидеть взаимоотношения бога с нами благодать на благодать возрастает и у нас мы все получаем одну благодать за другой как мы строили наш быт дом у нас сразу появились все диваны телевизоры стулья кровати мы все покупали постепенно смотрели в чем нуждаемся и восполняли это покупкой нужных нам вещей и в итоге нас окружает все что нужно для нас все потребное для жизни и благочестия но все приходило постепенно причем бог дал нам незаслуженно свою благодать и истину конечно же во первых это мы получили спасение и общение бога с нами неужели на этом божья благодать на этом и закончилась а семья дети наша работа друзья благодать возрастает и нашей жизни мы все получаем одну благодать за другой мы наполняемся божьей любовью и его делами каждый день задайте вопрос богу где мое место в твоей церкви мы много говорим и будем говорить о боге иисусе христе и святом духе на нашем канале следите подписывайтесь на канал чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии мы еще много будем говорить на темы благодати в семье служении работе и многого другого просто это невозможно сделать в одном подкасте подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего и его благодати в современное время подписывайтесь спасение от полноты его чтобы посмотреть на то как растет благодать необходимо увидеть познакомиться с проявлением любви бога отца от полноты его благодати и истины мы все получаем одну благодать за другой и то что мы сейчас здесь на этом блоге слушаем и возрастаем в истине и познании бога отца его благодати любви конечно же это все имеют не все откроем евангелие от матфея притчу сеятеля матфея 13 глава стихи 14 по 17 избывается над ними пророчество исаи которая говорит слухом услышите и не уразумеете и глазами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули да не увидят глазами не услышат ушами и не уразумеет сердцем и да не обратятся чтобы я исцелил их ваши же очи блаженны что видят и уши ваши что слышат ибо истинно говорю вам что многие пророки и праведники желали видеть что вы видите и не и не видели и слышать что вы слышите и не слышали это евангелие 13 глава стихи 14 по 17 друзья иисус христос говорит что многие смотрят и не видят слушают и не слышат но не мы с вами нас господь назвал блаженными счастливыми потому что мы с вами слушаем что говорит бог отец иисус христос дух святой и главное слышим понимаем бог многое показывает и современное время сегодня а мы с вами открыли свои глаза и видим что бог отец господь и святой дух видим и разумеем сердцем своим мы понимаем что бог дает спасение исцеление и мы сейчас с ним спасение нас от греха и смерти исцеление нас нашей жизни души духа и тела если вы имеете благодать спасения поставьте лайк под видео чтобы и нам радоваться вместе с вами благодать ветхого завета и в евангелие от иоанна 1 глава 16 стих конечно же мы знаем что бог дает спасение и исцеление спасение нас от греха и смерти исцеление нас нашей жизни души и духа и тела более того как мы как наши семьи наша работа служение как с этим сегодня от полноты его благодати и истины мы все получали одну благодать за другой спасение это только первый шаг для жизни с богом это только первая благодать основа нашей с вами жизни кроме всего прочего она позволяет другим дела бога прийти в нашу жизнь это был первый и важный шаг и бог это знал и послал сына своего сделать этот шаг стоит отметить боги верхом завете показал свое расположение и истину он был именно с израильским народом именно их назвал своим народом и вступил в завет с ними но также дал и истину свой закон посмотрим что говорит о благодати апостол в евангелии от иоанна 1 главе стихи 16 по 18 и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же и истина произошли через иисуса христа бога не видел никто и никогда единородный сын сущим недреочим он явил евангелии от иоанна 1 глава стихи 16 по 18 ветхом завете бог открыл себя людям и дал свой закон но на этом не остановился в новом завете от полноты его благодати и истины через иисуса христа в полноте пришла мы все получаем одну благодать за другой благодать на благодать в иисусе христе наше спасение это только основа для излияния любви благодати для нас как на ветхий завет как на основу бог дал новый так и на наше спасение бог приготовил много всего что нужно для нас вами жизни и благочестия сколько разумеется посмотрим что на это говорит господь в евангелии от иоанна 10 глава стихи с 9 по 12 я есть дверь кто войдет мною тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет вор приходит только для того чтобы украсть убить убить украсть убить и я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком я есть пастырь добрый пастырь добрый полагает свою жизнь за овец а наемник не пастырь которому опции не свои видит приходящего волка и оставляет овец и бежит и волк расхищает овец и разгоняет их это евангелие от иоанна 10 глава стихи с 9 по 12 мера благодати для каждого из нас это избыток иисус христос пришел для того чтобы мы имели жизнь и имелись избытком именно для этого чтобы мы имели жизнь друзья жизнь и жизнь с избытком имели все потребно для жизни и благочестие что нужно для этого это идти за господом нашим пастырем иисусом Христом. Мы видим, слышим Бога. Теперь мы слышим Бога, видим Его делам в нашей жизни и идем за Ним. Благодать не останавливается на спасении. От полноты Его благодати и истины мы все получаем одну благодать за другой. Нам этого хватило бы, если бы мы покаялись и сразу к Богу на небеса. Но мы продолжаем жить на земле, в наших семьях, ходим на работу и в церковь. Наша жизнь как дорога, мы идем по ней. И есть сильное отличие. Мы идем за Иисусом Христом Господом нашим и не отвлекаемся по сторонам. Так ли, друзья? Подобно тому, как мы строим свой быт, семью, покупаем постепенно нашу мебель, одежду, а также строим постепенно наш дом. Сначала фундамент, потом стены, потом крышу. Так и благодать и любовь Божья. Вместе с тем, когда мы строим наши взаимоотношения с Богом, Он помогает нам в работе, быту и служении. Конечно, Бог с нами и в семье, детьми и внуками. Не только словом истиной, но делом и благодатью. Да, друзья, есть благодать Бога и на ваше, и на наше служение. Его любовь – рука на вашей работе и в доме. Например, вы видели Божью руку в вашей работе, когда к вам относятся незаслуженно хорошо или вам прощают многие промахи. Друзья, это не вы так хороши. Это Бог одел вас в свою одежду праведности, и люди видят вас иначе. Так Бог Отец показывает вам, что Он хочет, чтобы к вам относились именно так. Увидьте Бога Отца за этим. В следующем подкасте. Разумеется, в следующих подкастах мы будем рассматривать примеры Божьей благодати, любви, руки Бога в нашей жизни. Более детально коснемся спасения, благодати на служение, семье, детях и так далее. Подписывайтесь на канал и будем вместе путешествовать по Слову Божьему и любви Бога Отца для нас. Задай вопрос Богу, помолись, сейчас, не откладывая. Скажи, Бог Отец, покажи мне свою любовь в моей жизни. Напомни мне Духом Святым твою руку. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok